за сделанные заслуги и выполненные обязательства. Ну, построжиться мне над вами можно так немножко, потому что мы действительно сегодня с вами, я вас отправлю в очень интересное путешествие под названием нового продукта Либидекстра. И думали мы с Леной, и вот решили так назвать, чтобы позвать как можно больше народу для того, чтобы действительно поиспытывать некоторое удовольствие от нашего сегодняшнего, с нашей сегодняшней встречи. И мы уже слышали не единожды, как люди реагируют на этот продукт, потому что особенно такие продукты, которые касаются, ну, закрытой будем темой говорить, достаточно такая интимная, и я не хочу вас с вами сейчас разбирать все эти наши интимные подробности, потому как это все равно не в нашей культуре, все равно это действительно таинство. Я просто вам объясню некоторые базовые вещи, а там дальше вы уже сами разберетесь. Сразу хочу сказать, что наше здоровье держится на четырех столбах. То есть вы видите, что это физическое, ментальное, эмоциональное, духовное здоровье. И это действительно очень важно понимать, потому что вот как бы даже этот продукт, о котором мы сегодня будем говорить, выбрали его маленькую часть, направление. Я сразу сказала, что это такой действительно маркетинговый ход, ну, для того, чтобы еще через какую-то часть человеческой жизни привлечь внимание на то, чтобы заниматься своим здоровьем. На самом деле, на самом деле, все гораздо интереснее, все гораздо серьезнее и основательнее, потому что любой из этих факторов, которые вы сейчас здесь видите, если он не вписывается в гармонию, то мало что мы с вами можем получить от нашего здоровья. Ну, тот, кто был на моих встречах мужского и женского здоровья, я вам показывала вот таких фигурок, мужскую и женскую, и специально показала вам совсем-совсем их маленькие, они тут уже даже, наверное, детсадовского возраста. На самом деле, в утробе матери нам при слиянии сперматозоиды и циклетки вот в это таинство прям совсем-совсем, вот только они слились, там сразу перешла генетическая программа, то есть разделились наши, вот от папы и от мамы достались хромосомы и поделились. И вот это, как я вам всегда говорю, пол ребенка определяет мужчина. Поэтому я всегда женщин воспитываю по данной теме, что это не мой ребенок, а это ваш ребенок, и более того, пол ребенка определяет мужчина. И это очень-очень важно понимать, потому что действительно с этими хромосомами у нас закладывается уже программа для нашей будущей жизни. И как вы видите, что женщина – это 2Х-хромосомы, а у мужчины – Х-Y-хромосома. Но тот, кто меня не слышал и слушает сейчас первый раз эту тему, хочу сказать, что вот действительно Y-хромосома вот этого хвостика, мужчина потерял с этим хвостиком полторы тысячи видов безопасности своей. То есть мужчина может защищать страну, родину, мать, семью, детей. Вот все, только не себя хорошего. Поэтому задача женщины вот в данной программе, конечно, думать и понимать, что они остаются мужчинами, должны им оставляться. Более того, нас мы практически растем и развиваемся до пубертатного возраста, когда включается уже программа наших высших центров головного мозга, где под влиянием сигналов начинают в наших репродуктивных органах, у женщины в яичниках, у мужчин в яичках, начинают синтезироваться гормоны, вы сейчас тоже об этом узнаете, которые определяют уже наш, как видовой, так сказать, образец для жизни. И вот здесь я вам напоминаю, что образование именно гормонов, стероидных гормонов, они происходят из базового продукта под названием холестерин. И поэтому все, кто в эту сторону не смотрит, знайте, что вы себя бьете по стероидным гормонам, к которым относятся, вы видите, кортизол и половые гормоны. То есть именно из холестерина образуется гормон прогастерон, и этот гормон прогастерон уже дает направление именно в сторону образования сначала мужских половых гормонов, вы видите, из которых потом образуется эстроген. А из прогастерона другая веточка дает нам кортизол. Это гормон нашего стресса, это гормон нашей адаптации, это гормон, который нам очень-очень нужен. Но сейчас не тема у нас стрессов. На самом деле вы должны понимать, что если у вас нет теста, из которого получатся вот эти клапки, то значит вы себя бьете и по стрессовой нагрузке, и вы себя серьезно раните по половым гормонам. Это я в сторону моих а-ля любимых вегетарианцев, которые все знают, как я их люблю. Поэтому вам нужно здесь четко-четко понимать, что если вот этих вещей нет, то практически нет здоровья надпочечников, где синтезируется наш кортизол, а он синтезируется именно там, и, конечно, половые гормоны. Так вот, так сказать, баланс между мужскими половыми гормонами, а именно когда они идут в сторону эстрогенов, то тогда мы действительно, у нас развиваются все признаки женского организма, ровным счетом, как и тестостерон, когда должен у мужчин он быть больше, он доминирует, и тогда у него присутствуют именно те мужские признаки, о которых все мы знаем, и, естественно, мы должны это поддерживать. Причем сразу хочу сказать, что прогестерон, который вы видите на схеме, он является регулятором между тестостероном и эстрогеном. У мужчин тоже есть эстроген, тоже, но он в гораздо меньшем количестве, так и у женщин есть тестостерон, и он гораздо тоже в меньшем количестве. Но мы с вами встречаем в практике, когда изменяется этот баланс, особенно вот сейчас в наше время, когда действительно элементарные пищевые нарушения, в жизни человека, и вся картинка меняется. Вы видите, сейчас вот эти ходячие мальчики, подростки, они все одутловатые, они все пастозные, у них у всех молочные железы, как у девчонок. То есть это говорит о том, что к эстрогенам там, что называется, ни в какую сторону не смотрят, потому что сидит на картошке, на булках, на пицце, на лапше, на каронах и всем остальным. То есть элементарная пищевая вот эта цепочка, которая может изменить всю картинку жизни и здоровья, естественно, каждого из нас. И посмотрите, почему так тестостерон важен. Сегодня я говорю в части о мужчин. Тестостерон есть у женщин, а не в той доминации. Если мы говорим сегодня про мужской организм, то снижение тестостерона к чему приводит? Снижение мышечной массы, женоподобная грудь, лишний жир, снижение активности, выносливости, снижение либидо, заторможенность, депрессия, хроническая усталость. И скажите, пожалуйста, вот вам вопрос на засыпку, как вы думаете? Помогут ли какие-то сногсшибательные таблетки, какая-то программа, где вам там будут обещать, я сейчас мужчинам говорят, что вот ты сейчас эту капсулу выпил и, что называется, понеслась кобылка вскачь? На самом деле нет. То есть какое либидо может повыситься, если у вас, извините меня, все сложено совершенно в другую сторону. Я потому разжевываю все эти вещи, потому что это очень-очень важно. И посмотрите, когда тестостерона у мужчины достаточно, то высокая концентрация, внимание, уверенность, хорошее настроение, уменьшение жира, выносливость, высокие силовые показатели. Конечно, мы, женщины, очень этих мужчин любим, потому что он действительно это сила-мощь, хотя нас от чего защищать, особенно у современных женщин, так это большой вопрос, от чего нас защищать. На самом деле мы должны сейчас понимать, что изменяются времена, но гормоны, как были миллионы лет назад, так они никуда не делись, а то, что мы их можем изотвратить и сделать из них, называется посмешище, сейчас и смотрите за этим и наблюдайте. И посмотрите, снижение влечения. Я искала сегодня, искала специально, заходила во все источники, показать вам, что либидо и оргазм, конечно, ему придают однозначно сексуальную энергию, однозначно, как бы, и люди, особенно которые более старшего возраста, и когда это было до такой интимной темы, и я, поверьте, как специалист работала, я 30 лет работала с инфекциями, передаваемыми половым путем, и эти вопросы мы всегда обсуждали со своими пациентами. На самом деле я бы вот к либидо относила вот это желание, желание вот еще что-то получать, желание общаться, вот это либидо влечение, влечение не только сексуальное, вот мне так вот почему-то оно запалости к времену, поэтому, ну, друзья, сексопатологи оставляют за собой правила именно сексуальные возможности, хотя на самом деле, если подумать о половой чакре, оранжевого цвета, это весь спектр наших удовольствий, это такие, да, действительно низменные, это, да, действительно, такие конкретные, да, хочу сегодня вот такое, вот это вкусное, вот это красивое, хочу чувствовать удовольствие и, естественно, испытывать этот так называемый оргазм. Но на самом деле, вот снижение, вспоминайте, я показала вам четыре ипостаси, на котором стоит здоровье, то есть мы здесь говорим, конечно, вот это влечение, это больше эмоциональные вещи, но они и сидят на физических, все взаимосвязано, организмы у нас системны. Поэтому что же может снижать вот в этой части, что может влиять на эти очень серьезные жизненные потребности, которые не должны от нас уходить, не важно, сколько вам лет, у вас должно быть желание, у вас должно быть влечение, у вас должно быть желание общения, желание, конечно, эти будут, они по возрасту будут различаться, и все, что человек может в 25, в 30 плюс, там, это одни скорости, интенсивность, а чем становится человек старше, у него никуда это не должно уходить, он с этим должен умереть, и не должен он говорить, ой, мне столько лет, зачем, вот как я сейчас знаю по новому этому продукту, и говорю, да это что, это же виагра, нам виагра не нужна, мы уже в другом возрасте, я вам специально говорю, это не виагра, о чем я сегодня говорю, а это ваша жизнь, и посмотрите, что может выбить, выбить так вас из седла, этого удовольствия, этого оргазма от жизни, это стрессы, это наличие стресса, это наличие стресса, причем, посмотрите, как стресса умственного, так и физического, как гиподинамия, организм должен двигаться, гиподинамия, это тоже стресс, изменение питания, это тоже стресс, даже не эмоциональные нагрузки, которые ведут нас к стрессу, А стресс как таковой. И когда мы сегодня с вами говорим дефицит нашего жирового компонента холестерина, организм испытывает стресс, потому что кортизол-то не с чего синтезировать. Поэтому вот эти сейчас такие объяснялки, у нас такое сложное стрессовое время, что мы можем здесь изменить? Мы как раз здесь с вами очень много можем изменить, повысить свою стрессоустойчивость. Посмотрите, дефицит сна. То, что я вам сказала, несбалансированное питание с избытком углеводной пищи, вредные привычки, все интоксикации. И, как вы видите, вот концептуальные вещи, которые мы с вами проповедуем на наших марафонах различных групп и классах. Ну, Фатлаб, который уже 10 сезонов проводит, мы вот этот системный подход его проводим. Потому что, ну, посмотрите, это же не за уши притянутые вещи. Это направление на сегодняшний день этих всех факторов во всем мире, известные факторы. И мы впереди планеты, здесь с вами находимся. И, конечно, те здоровые привычки, о которых мы говорили не раз на своих встречах, на своих презентациях, вы просто их зафиксируйте. Потому что они универсальны. Какой бы мы с вами вопрос не разбирали, с какой бы мы с вами стороны не заходили, 12 систем нашего организма, 12 систем, они все нуждаются вот в этих здоровых привычках. То есть мы должны с вами проводить эндогигиену. Мы ее проводим, мы ее знаем. Да, эти циркадные ритмы. С другой стороны, я к вам захожу и говорю, что именно баланс гормонов, именно кортизоловый отдых у нас должен находиться именно ночью. Да, мы с вами должны быть активны днем. Да, мы с вами двигаться должны. Да, мы должны с вами пересмотреть те режимы питания. Ну, что называется, вы не ошибетесь и пойдете в нужную и правильную сторону. И вот эти очень важные факторы, которые я вам сейчас сделала, вот такую, ну, что называется, вставку, чтобы вы понимали. Понимали роль сейчас вот этого продукта, потому что я с таким восхищением. Более того, я сама его уже целую неделю пью и смотрю, что со мной, какие. Ну, точно хочу сказать, что член не вырастает, это однозначно. И продукт, который состоит из таких компонентов, вы сегодня сами тоже поймете, что вот и хорошо, что здесь у нас уже, о, 111 человек, не знаю, сколько мужчин. Но, тем не менее, этот продукт вы увидите, найдете прикладное значение для себя. Но мы его сегодня презентуем как современный продукт для поддержания здоровья мужчин. Но это только начало. И вы сейчас пойдем мы с вами дальше. Я хочу еще разочек вернуться и поставить точку, вот жирную, жирную точку, что здоровье мужчины, как и женщины, как и детей, и стариков, и молодежи всего на свете, они универсальны. Они подходят для всех. Здесь, я так понимаю, чтобы привлечь внимание, то есть есть такие, ну, как бы указатели, вот давайте сделаем для мужчин свое особенное там отношение. Ну, это как шампунь и гель для мытья, крем для мужчин и все остальное. На самом деле, это вот такие изыски, ну, как бы, чтобы обострить ваше внимание. На самом деле, я сейчас говорю о мужчине, о всех таких же одинаковых устройствах, как и нас, женщин. В чем же уникальность этого продукта? Вот сейчас фиксируйте, пожалуйста. Во-первых, это особое производство, это новая форма выпуска, хотя сама микропилета, вот там, где она показывается, очень она вкусная. Вот это вся масса, это масло даосской розы, это, ну, просто восхитительное. Кто когда-то помнит эти болгарские масла розы, это уникальный продукт, и он никуда не ушел с рынка. Наоборот, он сегодня набирает очень большую силу и мощь. И вот в этом масле находятся вот эти мелкие частицы, такие вот микропилеты, которые при усвоении лучше усваиваются, и у них выше биодоступность, потому что они не подвергаются вот этой агрессии желудка, а вот эта защитная оболочка дает проникновение в тонкий кишечник, и там идет пролонгированное, то есть такое медленное, последовательное высвобождение активных веществ, и поэтому стабильность и эффективность продукта гораздо выше. Сами микропилеты – это не последнее слово техники, хочу сказать, и в производстве. Производятся очень серьезные фармакологические, есть препараты, антибиотики, вот с такой же тенденцией к производству. Но в нашей практике, в нашей практике, вот все, что касается в практике БАДов, мы действительно видим это нечасто, поэтому это очень дорогое удовольствие, вместе с тем эффективное для того, чтобы компоненты, которые были, не потерялись на, что называется, подвижению нашего желудочно-кишечного тракта. И вот смотрите, в такой красивой капсулке, в такой она действительно так и есть, у меня вот прям буквально под рукой, могу показать, но она не так будет эффективно смотреться, здесь она в фото, красивые картинки, она действительно, чтобы вы когда откроете, посмотрите, чтобы не напугались, что что-то там вам такое соединили, вы не можете понять, кто там есть. И что там находится внутри. Вот здесь начинаются все наши чудодейственные объяснения, что же там внутри. А внутри там находится натуральная и безопасная поддержка организма. Но поскольку презентацию эту часть предложила компания, поэтому и продукт мы сегодня презентуем как мужчину, на самом деле абсолютно это не только и для мужчин. Эта натуральная и безопасная поддержка называется эностим. Эностим. Смотрите, это запатентованный комплекс из зеленых яблок, кожуры, из винограда и усиленный шафраном. Вот я и скажу, ну у нас шафран, у нас есть шафран, кстати, в женской формуле, фитомикс для женщин, у нас шафран есть сафрин. Ну скажите, виноград и яблоко какой-то есть? Это тенденция, что это только мужской фрукт? Нет. Опять я говорю, вот смотрите сейчас на это вот так широко и так очень важно. Но вот эти три запатентованных компонента, закомпатентованных компонентов, почему их взяли вместе? А выявлен был синергизм у этих компонентов, у яблока, винограда и шафрана. Вы представляете, какая технология нашего продукта? Какие возможности? Вы там еще, я обсужу с вами дозу, потому что не вопрос вот все это взять и соединить. В нутрициологии очень важно, как дозы играют. Как пример, нам однажды говорили на очень интересном конференции, говорили, что, ну к примеру, 5 к 8 работает, а 5 с половиной к 9 уже не так работает. Это тоже имеет особое важное значение. Поэтому синергия компонентов – это самое современное сейчас направление, потому что монопродукты все меньше и меньше уходят с рынка, а остаются вот эти системные, потому что организм наш системный. И посмотрите, что происходит за счет этой системности. Улучшается кровоснабжение мозга, а мозг руководит всем нашим органам, всем организмам, вернее, всеми органами. Улучшается поставка кислорода, улучшаются кровотоки, нормализуется сосудистый тонус, в том числе и органов малого таза, куда приписывают вот эту нашу такую занятную и такую интимную часть, как прилив к органам малого таза и мужчины, и женщины. Сейчас говорим, потому что женская форма тоже есть, но она там с другого запатентованного компонента, не сегодня мы говорим. Но самое главное, посмотрите, улучшается сосудистый компонент, улучшается, повышается кровоток, увеличивается стрессоустойчивость, потому что у шафрана, у шафрана это антидепрессант. Шафран обладает детоксикационными функциями, шафран нормализует желудочно-кишечный тракт, регенерирует поражения различных слизистых, язвенные поражения, улучшает состояние кожи, он улучшает, обладает антибактериальным действием, подавляет микрофлору кишечника, улучшает показатели иммунологических реакций. Представляете? А нам его только хотим протолкнуть как продукт, который повышает наше либидо. Представляете, что делают эти компоненты? Посмотрите, что делает действительно вот эта взаимосвязь между этими компонентами, они оказывают вот эту мощнейшую сосудистую, так сказать, помощь. И виноград как таковой, именно вот этот экстракт винограда на 30, услышите меня, на 30-50% улучшает кровоснабжение мозга и капилляров. Представляете? Ну потому что это виноград. Улучшается качество мозга и профилактируются вот эти нейродегенеративные изменения, которые мы встречаем сплошь из ряда. Профилактика старения. Вот это блокируется риск, вот такой антиоксидантная такая мощная защита. И поэтому это просто потрясающий продукт. И не зря он этот комплекс, именно Энастим, увеличивает и улучшает кровоток до 50%. Ну и показываю анатомию, куда же приписывается вот эти, так сказать, эректильная функция восстанавливается у мужчин. Но я еще раз к системе говорю, если там куча проблем, куча и ожирения, и сахарный диабет, и жирная печень, и жирная поджелудочная железа, и вообще все-все-все вместе, то, конечно, ну сами понимаете, ну какой же Энастим тут что-то может сказать. На самом деле анатомия проста. Вы видите, именно кровоснабжение, именно эректильная функция, я вам говорю как специалист, эректильная функция у мужчин показывает качество сердечно-сосудистого русла. И как только снижается эректильная функция потихонечку, это значит, говорит о том, что сосудистая стенка начинает страдать. И природа будет мужчину сохранять как осы, пусть у него не будет эректильной функции, пусть у него не будет либидо, пусть у него там еще-еще чего не будет, но зато он будет, ну что называется, ходить с сердцем, оно может быть у него в аритмии, оно может быть в гипертонической болезни, но это не так страшно, потому что когда идет вот мощный прилив вот в этих во всех ситуациях, то там огромная идет нагрузка на сердце. Поэтому, дорогие мои хорошие, я показываю здесь вот эту часть, что именно сосудистый компонент, именно голова, голова, если в голове плохой кровоток, если в голове мозга очень мало кислорода, если мало-мало всех условий, то скажите, на кой ляг нам вообще вот эта вот, извините, не функция. Поэтому это системный подход, и здесь нужно очень-очень хорошо к этому подходить и относиться. Ну и вы видите, что победитель, именно вот эта запатентованная часть, которая принадлежит нашей компании в этом продукте, она является победителем международной премии, вы видите, это все показано. И на стим проходил клинические исследования, вы видите, 94% участника, мужчины были, поглядите, какого возраста, 40+, в основном оценивающие свою эрекцию в 2-3 балла по 4-бальной, но там есть тоже могут разные, так сказать, заморочки. На самом деле, посмотрите, два раза в сутки в течение четырех недель, и вы видите, какая была достойная оценка, какие были показатели, и уже даже к первой неделе были видны значительные улучшения. Оценивалась именно вот эта эректильная функция, именно вот действия на органы малого таза. На самом деле, я думаю, что мы на сегодняшний день с нашей философией, с нашими возможностями будем иметь еще лучшее и таким, ну, фронтальным таким проявлением улучшение состояния человеческого организма. Ну и смотрите, вот масло дамасской розы, это эликсир страсти, он действительно находится в разряде самых мощных афродиаков, которые известны с античных еще времен, и Болгария является мировым лидером по производству масла, и посмотрите, один грамм масла, необходимо четыре килограмма лепестков переработать этой розы, но на самом деле эта страна имеет все возможности для выращивания этих уникальных, ценных компонентов, и мы, естественно, от этого испытываем удовольствие и большую благодарность. Но в формуле к этому маслу, к самой Кеностиму, добавлены еще компоненты, которые тоже сразу, если на них посмотреть, они являются уникальными. Один компонент – это масло тыквенных семечек, дальше аминокислота Эл-арбинин, витамин В3 – это никотиновая кислота, фитостеролы из сосны и обогащены селена. Вот не зря эти компоненты включены, причем, ну вы же смотрите, они абсолютно вам понятны, известны, и селен, и витамин В3, и масло семян тыквы, и его едят это масло и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины. Почему здесь сделали такой упор? Просто выбрали у этих компонентов значимость здесь небольшой вот такой пользы. И посмотрите, Эль-арбинин – это аминокислота. Запоминайте, пожалуйста, именно из Эль-арбинина получается необходимейшее вещество под названием оксид азота, который дает возможность быть нашей сосудистой стенки, артериальной, такой лобильной, не спазмированный, размягченный. Снижается тонус именно за счет оксид азота. А раз снижается тонус, то улучшается кровоток, улучшается кровоток, улучшается состояние продвижения именно крови по сосудам, и отсюда опять, ну на крови вся наша жизнь замешана. Кроме этого, витамин В3, витамин В3, селен, вот эти два, и фитостеролы из сосны, сосна вообще является, сама сосна относится, у коренных американцев священное дерево. Сосни относятся, ну с таким почтением, потому что именно сосна, сосна, вот эти фитостеролы, компоненты из сосны, они гармонизируют наш баланс половых гормонов. Они повышают нашу энергию, то есть тонус появляется, повышаются иммунные реакции, улучшается состояние, состояние действует, вот она однозначно, у мужчины есть сперматозоиды, и вот это такая оплодотворяющая способность сперматозоидов, его подвижность улучшается. Но если женщина принимает фитостеролы сосны, то здесь, конечно, у нее нет сперматозоидов, и это прикладного значения, понимаете, чем отличаются любые фитопрепараты от фармацевтических. Если вы взяли антибиотик, он действует как антибиотик, он у вас уже боль снимать не будет, он уже не будет у вас действовать как анальгин. А когда мы берем фитопрепараты, то у них точек приложения очень-очень много. И если в вашем организме нет надобности или нет точки приложения, то этот компонент на ваш организм не действует и больше ничего другого. Так вот, сосна, она улучшает чувствительность к инсулину, повышается чувствительность рецепторного аппарата, то есть регулирует вот эти липидные обмены и идет снижение, регуляция, вернее, за счет прогестерона, прогестероновые компоненты, потому что сегодня жизнь такая, что у нас действительно очень-очень мало становится прогестерона, и мы выходим на избытки либо тестостерона, когда начинают расти у мужчин различные опухоли, аденомы, стопрокачественные, а потом они излепочисляются, так и у женщин появляются миомы и всякие плюс ткани, фиброаденомы, и все сюда, потому что, ну, в этом такая есть очень важная-важная вещь. Значит, аллергенин вам понятно, фитостеролы вам становятся понятны. Еще вот эти фитостеролы сосны, они являются растительными, жировыми компонентами, то есть это стеролы, это не холестерин, который животного происхождения, а админостеролы растительного происхождения, поэтому фитостеролы сосны помогают бороться с плохим холестерином, поэтому все вот эти нарушения липидного обмена, ожирения, сахарные диабеты, все, у кого этого нет, но нужно выстроить свой гормональный баланс, то, пожалуйста, вот сюда, в эту тему фитостерола. Что же делает масло тыквы? Вот тыквенное масло, это источник трептофана. Трептофан – это гормон удовольствия. Из трептофана синтезируется серотонин. Вот вам, пожалуйста, серотонин, вот это удовольствие, вот это вот сладость, вот это вот прямо ми-ми-ми-ми, потому что действительно мы с вами недоедаем, недобираем этих вещей. И из трептофана, и серотонина, вернее, образуется мелатонин. А мелатонин – это уже гормон сна. Мелатонин – это тот, который нас защищает от избытка кортизола, который нас заставляет хорошо выспаться, который нам дает энергию. Ну, мы на своих всех встречах много об этом говорим. Более того, тыквенное масло, оно помогает при раздраженном толстом кишечнике, снимает воспаление. Особенно оно показано при аденоматозах, профилактике аденомы, при нарушении мочи и спускания. Очень хорошо, очень хорошо тыквенное масло при предминструальном ПМС-синдроме, которое сейчас огромное количество испытывает женщин, а также в период менопаузы, а также в период менопаузы. Поэтому вот вы сами понимаете, что как бы так вот продукт-то прямо он для всех, для нас, не одним только мужчинам, в текушку мы его тоже будем употреблять. Более того, тыквенное масло – это еще источник витамина Е, цинка, а значит и здесь и кожа, и волосы, все сюда пойдут. Более того, тыквенное масло нам еще действительно показывает и очень помогает росту волос, и мы его тоже очень-очень любим, и в дерматологии мы это все очень-очень любили, потому что цинк и сам витамин Е, они все улучшают структуру кожи, они улучшают рост волос, и все сюда приходит. Потому что у мужчин очень часто, кстати, на избытке тестостерона как раз и появляются вот эти аденомы, они начинают страдать облысением, все сюда тоже вот, что называется, не с тобой. Ну, любимый витамин В3, это знаменитая вообще никотиновая кислота, которая во все времена являлась и является лучшим условием для восстановления кровотока, особенно популярного кровотока, и все они практически, я специально вам перечисляю, чтобы вы увидели, что здесь никакого испуга нет, здесь в этом продукте нет никаких гормональных препаратов, поэтому он действительно имеет многоликое, очень многоликое действие, и он, естественно, дает нам возможность восстановить этот дисбаланс. и как вы видите, и еще хочу сказать про Селен, хочу сказать про Селен, особенно сейчас вот у нас на нашем втором этом курсе, который проходит, мы разбираем дефицитное состояние, было очень много большой подборки по Селену, действительно, это уникальный матроэлемент, он нам абсолютно нужен, но здесь я вам хочу про Селен сказать одну очень интересную зарисовку, Селен это активатор и защитник нашей ДНК структуры, то есть это защитник нашего качества ДНК, деления ДНК, и если выступает дефицит Селена, то плохое качество этой становится, этих ферментов, на которых рассчитан именно Селен, на что действует, и у нас возникают вот эти злосчастные мутации клеток, то есть все, что мы на сегодняшний день вот встречаем, плюс тому, что это Селен антиоксидант, что Селен там испытывается, однозначно Селен нам нужен для перехода качества наших гормонов щитовидной железы, я об этом тоже буду говорить, потому что не будет хватать Селена, не будет качественного перехода одного гормона другой, и будет из-под развиваться гипотириоз, который сейчас, ну, что называется, заполонил. Дефицит Селена вызывает аутоиммунные заболевания, аутоиммунные заболевания, с которыми никто, ни один врач с ними не работает, потому что это уже срыв иммунной системы. Поэтому вот этот продукт, который мы сейчас с вами вот так красиво и ярко рассказываем, он как раз действительно я вам показываю, что он нужен нам всем, что называется, когда я увидела этот состав, я говорила, боже, подожди, а это все мне нужно? Как же мои капилляры, мой эндотелий, сосуды, как же моя иммунная система и все, что есть в моем организме, останется без этого и этим не будет пользоваться. И, как я уже сказала, как раз энергия компонентов, она здесь предоставлена. Комплексы на стим с аминокислотой элергенина, она вообще просто, я еще раз повторяю, это, что называется, царица для сосудов, плюс витамин улучшает кровообращение в области малого таза, сердца и мозга. И еще раз повторяю, мозг руководит нашим телом. И каково там будет кровоснабжение, и каково будет там кислородообеспечение, так эти генералы этого штаба будут работать и передавать на периферию приказы. Передавать на периферию приказы для сердца, чтобы оно повысило давление, повысило чистоту сердечных сокращений, для того, чтобы в малом тазу получился прилив и все эти сладострасти. Масло, семян тыквы и фитостерол из сосны поддерживают здоровье предстательной железы, качество спермы. И посмотрите регуляцию липидного обмена, потому что липидный обмен это тот атеросклероз, это тот плохой холестерин, которого все мы боимся. Ну и посмотрите, селены, масло даосской розы улучшает количество, снижение вот всех рисков, антиоксидантная мощная защита. Конечно, вот все сюда опять здесь идет о синергизме идет речь, о которой мы с вами говорим. И смотрите, в липидэкстра на одну капсулу приходится 250 миллиграмм семян тыквы, комплекс эностим, который состоит из яблок, винограда и шафрана 200 миллиграмм, масло дамасской розы 100 миллиграмм, фитостерола 50 и все остальные вот эти составляющие как элергенин, ниацин и селен. То есть они собраны в такой адекватной дозе, особенно часто смотрят сейчас наши коллеги, которые негрициологи и там образовывают и по всем всяким делам, когда они могут посмотреть, что здесь небольшое количество доз, я еще раз говорю, обращаю внимание, здесь срабатывает синергизм, они друг друга, они друг друга, что называется, усиливают. И в одной упаковке 30 капсул, принимать по 2-3 капсулы в день во время или после еды, почему именно после еды или во время, потому что там столько масла, нужна желочь, естественно, для того, чтобы все было хорошо. Ну, в течение 4-х недель, месяца, допускается до 2-х месяцев, вы принимаете, потом просто делаете перерыв, оцениваете свое состояние. И я еще раз говорю, что это не волшебная таблетка с мгновенным результатом. Особенно я же говорю, когда пожилые люди сейчас кому уже за 50, говорят, не-не-не, нам Виагра не нужна, посмотрите, там про секс, про все, стесняются, даже подходите спрашивать. На самом деле расценивайте это как помощь вашей эндокринной системе, помощь сосудам, помощь молгу, помощь эндотелию, помощь крови, помощь защиты от раковых всяких вот этих обстоятельств, которые нам, что называется, они не вот нагрянули, они, что называется, появились как надо. Поэтому дает эффект при курсовом приеме. И для кого, конечно, еще раз повторяю, кто живет в постоянном стрессе, да, конечно, нужно питание, должен быть холестерин, но вот эта стрессоустойчивость, которую дают компоненты вот в этом, так сказать, продукты, он дает нас более стрессоустойчиво, мы действительно начинаем включать мозги, потому что они с кислородом, потому что они с кровью, они начинают оценивать адекватно ситуацию. Всем тем, кто ведет малооборый и подвижный образ жизни, но стремится сохранить теплые отношения, те, кто профилактирует сосудистые заболевания и гормональные дисбалансы, и тому, кому интересно антиэдж-программа, потому что действительно, когда у нас достаточно всех компонентов для нашей клетки, а нашей клетке нужна вода, нашей клетке нужен кислород, нашим клеткам нужно клеточное питание, нашим клеткам нужно, чтобы постоянно мы с вами осуществляли вопросы детоксикации, эндогигиена, о чем мы с вами, ну, что называется, впереди планеты всей, мы в этом и имеем конкурентное преимущество. и действительно, либидэкстра способствует усилению желания вот жить, радоваться, радоваться тому, что у вас хорошее настроение, что вы радуетесь вашему окружению, неважно, сколько вам лет. На самом деле, вот это вот желание жить и получать удовольствие, быть благодарным за все на это, это все говорит о качестве вашего мозга. И, конечно, инновационная формула выпуска с микропилетами и о том, что это лучшее сырье на лучших природных ингредиентах делает наш этот продукт уникальным, результативным и действительно, ну, что называется, аналогов сейчас вот по составу и по виду пока что не приходится нам увидеть. Стоимость у него клубная цена 24 условных единицы, розничная 30 условных единиц и 14 баллов это его накопительная система. Ну, вот как-то так, дорогие мои хорошие, я вам донесла вот такой наш прекрасный продукт. Смотрю на ваши комментарии, если будут еще вопросы. Лолита, что-то у меня тут интересненькое, я там, наверное, сказала, все хотят оргазм от жизни, а вам я вообще хочу пожелать наше любимое такое выражение, вам хронического рецидивирующего либидо, и чтобы все ваши дела заканчивались синхронным оргазмом. это напутствие напутствие вам для того, что молодец, Паша меня уже поприветствовал вот за это хроническое рецидивирующее либидо и все дела. Это любимый тост нас с профессором. Я очень-очень так вижу, только вы приветствуете, ладошки, аплодисменты, так, все было приветствуем, а дальше все внимательно меня слушали, правильно? Да, молодец, Юля. Я вам еще раз хочу сказать, у нас на подходе женская формула, про женскую формулу не знаю, когда я вам расскажу, но хочу сказать, там только одно отличие, вот здесь энастин, а там тоже есть запатентованная формула, она там находится, на масло вечерней примули и пожитники, пожитник, причем пожитник это тоже это семечка, которая известна там с древних времен, и оно в том числе улучшает вот этот гормональный фон, а все остальное, там также элергенин, там также селен, там также селен B3, то есть как бы вот компонент, и я вот сейчас, как только придет женская формула, я хочу сказать, утром одну, в обед другую, по две капсулы и все, и что называется, ага, на трамплине будет с тремя ногами, какая перспектива, это у нас, наверное, будет новая вечеринка, Леночка, наверное, там уже подумала о новой вечеринке, какая у нас будет, но трамплина, еще как она погрозила, что не все туда попадут, я так понимаю, так, однозначно заряженные, однозначно заряженные, сейчас еще буду читать, смотреть ваши комментарии, что вы мне тут пишите, конец. Продолжение следует...